Это один из самых странных E-агентов, который мы создаем на сервисе N8N. Либо один из самых странных шаблонов, которые вы когда-либо видели в интернете. Но давайте я вам расскажу прежде всего его историю. Смотрите, у меня изначально была идея записать видео о том, как меняется ответ нашего E-агента, E-ассистента, E-продавца, который мы создаем на сервисе N8N, в зависимости от модели искусственного интеллекта, либо модели нейросети, которую мы здесь выбираем. Я взял, оплатил все сервисы, оплатил Dipsick, оплатил ChargerPT, оплатил Clot и даже с помощью OpenRouter нашел модель Gemini. И хотел сравнить. Но знаете, если бы я просто сравнивал их между собой, получилось бы так себе. Поэтому я создал вот такой вот шаблон и агента, который позволяет нам сравнивать модели искусственного интеллекта, либо модели, которые мы подключаем к нашим E-агентам в режиме онлайн. Плюс все эти данные будут записываться в специальную таблицу. В этой таблице каждый E-агент будет давать обратную связь по тому или иному E-агенту. То есть будет выставлять, во-первых, ему рейтинг. Во-вторых, он будет давать обратную связь. Что понравилось в заголовке, что понравилось непосредственно в контенте. И так по каждому элементу. Каждый из E-агентов будет давать обратную связь и давать оценку тем E-агентам, которые, соответственно, участвуют в этом конкурсе. С другой стороны, я подумал, что этот шаблон реально можно использовать для выполнения тех или иных задач. Смотрите, когда мы строим шаблон N8N, у нас приходит момент, когда нам необходимо выбрать E-агента. Что мы делаем? Мы наугад ставим какого-нибудь E-агента. А, Клод 3.7, а он отлично, соответственно, пишет текст. А, на чат GPT 4-омини, а он самый дешевый, соответственно, поставлю его. Но как такового сравнения для выполнения той или иной задачи у нас нет. И вот именно этот шаблон мы в будущем сможем, когда у нас будут появляться новые, например, модели искусственного интеллекта. Либо у нас будет определенная какая-то конкретная задача, например, сделать E-продавца. И нам нужно узнать, кто из этих E-продавцов будет лучше справляться с типичными запросами от наших клиентов. Либо сделать E-ассистенты. И мы будем думать, кто из этих E-ассистентов будет лучше справляться с той или иной задачей. Не на обум, не на отзывах в интернете. А мы будем конкретно, наш конкретный точный промпт отправлять, соответственно, в этот E-агент. И этот, и в этот тестировочный шаблон. И этот тестировочный шаблон нам будет выдавать ответ. Кто с той или иной задачей, какой E-агент справился лучше. Соответственно, мы будем смотреть результат и тут же, соответственно, подключать ту модель искусственного интеллекта. Ту модель нейросети, которая будет выполнять лучше всех эту задачу. Ну а в этом видео я вам покажу, как это все работает. Плюс давайте с вами протестируем. То есть закинем сюда 5 промптов по разным направлениям. Посмотрим, какой из E-агентов справится с тем или иным заданием лучше. Поехали. Прежде чем мы начнем, я вам скажу, что этот шаблон, конкретно этот шаблон, либо все другие шаблоны, которые я показываю в своих видео, вы всегда можете скачать, перейдя по ссылке в описании, либо в первом закрепленном сообщении от меня будет ссылка. Вы переходите по этой ссылке, попадаете в Telegram-бот. И Telegram-бот вам точно подсказывает и рассказывает, как вы можете скачать конкретный шаблон, как вы можете получить даже не то, что скачать конкретный шаблон, и как вы можете получить доступ в базу, где собрано уже большое количество видеоуроков по сервису N8N, пошаговых видеоуроков, плюс шаблоны и, соответственно, большая банда у нас уже людей, которые занимаются тем, что внедряют в свои проекты сервис N8N. Ссылка находится под этим видео. Обязательно переходите в боты и подписывайтесь на канал. Значит, хорошо. Давайте, прежде чем я вам покажу, как я вам подробно зайдем в каждый элемент, я вам просто продемонстрирую, как это работает. Значит, у меня есть несколько промптов. То есть мы сейчас оценим, какие агенты будут справляться с этой сдачей лучше. На тест у меня 4 агента. Это Dipsic. Dipsic, модель Dipsic, это Dipsic Chat. То есть здесь у них два варианта выбора. Dipsic и Dipsic Chat. Итак, это, значит, Gemini. Gemini 2.5 Pro Preview. Значит, как я оценивал, на что я ориентировался при выборе? Я зашел в Open Router и просто вводил самые последние, соответственно, модели того или иного искусственного интеллекта. Например, вот самая последняя модель Dipsic версии 3. Она есть в Open Router, но, к сожалению, ее нет официально от Dipsic. То есть у Dipsic всего две почему-то модели. То же самое Google. Я выбирал Gemini. Я заходил сюда в Open Router. Ссылку также размещу под этим видео. И вижу, что Gemini 2.5 Pro Preview, он, соответственно, самая последняя модель. Также я мог ознакомиться тут же с ценой за входящие и исходящие токены. И уже на основе этого мог ориентироваться, какую модель искусственного интеллекта мне выбрать. То же самое Клод, то же самое ChatGPT. То есть у нас на обзоре есть Dipsic, у нас на обзоре есть Gemini, у нас на обзоре есть ChatGPT. Модель, сейчас скажу, какая. 4 Оммини, да? Самая простая, самая дешевая модель. И у нас есть на обзор ChatGPT. О, Клод 3.7 Sonnet. Да, я наконец-то оплатил Клод. И теперь у меня на обзоре будет еще и Клод 3.7 Sonnet. Значит, что здесь будет происходить? Здесь будет создаваться контент, забиваться в таблицу Airtable. То есть эта часть, каждый из и агентов будет создавать контент. Делить этот контент на две части. Первый будет часть, это заголовок. То есть он его отдельно будет выносить. И второй он сам контент. После этого он будет забивать в таблицу Airtable, присваивать этой таблице рекорд ID, потому что рекорд ID присваивается только после. Airtable здесь можно заменить на Google Sheets, либо Superbase, неважно. Я использую Airtable. Хорошо. После этого вот включается агент Gemini, выполняет ту же самую задачу и, соответственно, забивает данные уже в свою строку. То же самое включается ChatGPT, забивает все эти данные в свою базу. И в следующем уже работает Клод. В каждой из этих агентов бит специальный промпт. Промпт, я над промптом сильно не заморачивался и просто написал, ты полезный и ассистент, задача которого выполнен предоставленное задание с максимально высокими качествами. Твоя задача продемонстрировать свои лучшие возможности. Ну и так далее. То есть вот здесь промпт, который мы использовали, он, соответственно, здесь расположен. Промпт забит на английском языке, плюс включен парсинг для того, чтобы мы могли разделять ответ на заголовок и, соответственно, на контент. Если вы не знаете, что это, обязательно посмотрите мои предыдущие видео. Там я подробно рассказывал. И вторая часть, вторая половина, она занимается тем, что она принимает, соответственно, весь этот контент. Принимает контент от Дипсика, от Джеймени, от ChatGPT, от Клода. Дает этому контенту оценку, дает обратную связь по заголовку, дает обратную связь по контенту. И промпт то же самое. Промпт здесь подробно расписан, что какая твоя задача, что ты делаешь, как парсер выводит уже здесь ответ на 8 частей. То есть, это оценка за... По четыре части за каждый элемент. То есть, оценка за заголовок, обоснование оценки, оценка за контент, обоснование оценки. И так, соответственно, 16 раз по каждому из элементов. Ну и добавляет все это, обновляет данные в таблицу R-Table, для того, чтобы узнать, для того, чтобы, соответственно, в заголовок и контент, в один и тот же столбец, для того, чтобы все это обновить и вбить в таблицу, и дать уже конкретный ответ по каждому элементу. Плюс здесь суммируются все баллы, которые мы использовали. В данном случае, Клод, видите, с каким-то заданием справился лучше остальных. Единственное, для теста я не буду использовать этот шаблон. Я буду использовать для теста шаблон, который подключен к Telegram. То есть, это тот же самый шаблон, те же самые задачи, но для удобства мне удобнее, соответственно, с такими шаблонами N8N общаться именно в Telegram. Особенно их тестировать удобно через Telegram. Значит, смотрите, мы забиваем, нажимаем на кнопку Test Workflow. Перехожу в Telegram, задаю следующий промп. Объясни концепции квантовых вычислений простыми словами, так, если бы ты объяснял эту концепцию десятилетнему ребенку. Такое твое объяснение должно быть понятным, но содержать ключевые научные концепции, используя аналогии, примеры повседневной жизни. Объяснения должны включать базовые принципы квантовой механики. Суперпозицию, запутанность и практическое применение. То есть, максимально скучный и сложный промп. И сейчас мы смотрим, как с этим заданием каждый из AI-роботов наших справляется. То есть, сейчас что происходит? У нас AI-агент создал нам таблицу. То есть, он придумал заголовок и придумал контент и все эти данные забивает в таблицу. Давайте перейдем в таблицу, посмотрим, что там есть. Смотрите, сейчас появляются данные в этой таблице. То есть, вот эти данные у меня уже были, сейчас он добавляет новые данные. DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Clot. Все четыре модели, соответственно, сработали. Единственное, знаете, у меня такая проблема, я пополнил баланс на небольшое количество денег, поэтому я столько раз тестировал все это для того, чтобы все это идеально работало. Главное, чтобы у меня эти деньги сейчас здесь не закончились. Потому что промп-то объем достаточно объемный, но все равно не должны закончиться. Хотя я каждый из этих нейросетей пополнял, API из этих нейросетей пополнял на небольшой бюджет для того, чтобы просто протестировать. Хорошо, значит, смотрите, что сейчас дальше происходит. Сейчас он, по идее, дает оценку и теперь, после того, как последний, это у нас Clot, даст оценку, он будет эти оценки забивать в таблицу. Я сразу же переключусь, как только он начнет забивать данные в таблицу. Вот, смотрите, он забивает данные таблицу и, соответственно, дает оценку, кто с этим заданием справился лучше. Смотрите, значит, хуже всех справился ChatGPT4O. Он получил всего 55 баллов. Значит, ChatGPT сам себе дал 7 баллов за заголовок, 7 баллов за контент и, соответственно, объяснил свою оценку так. Заголовок подходит, но он мог бы быть более конкретным, привлекательным для детей. Контент хорошо написан, структурирован, но немного менее творческий и увлекательный по сравнению с другими моделями. То есть, он тут же уже сравнил с другими моделями, но при этом другим моделям, например, Клоду, он дал оценку 6,8. 6 за заголовок и 8 за контент. Также он рассказал, что заголовок слишком общий и академический для детской аудитории, не вызывает любопытства, отсутствует указание того, что объяснение адаптировано для детей. Хорошо. Так, нет, это наоборот, Клод дал оценку, это оценка от Клод, извиняюсь, забыл, оценка от Клод, ChatGPT, то есть, Клод сказал, что заголовок какой-то слишком странный. Дальше, значит, Джемини вообще дал 5 баллов, наверное, для того, чтобы набрать себе больше всех за заголовок и 7 баллов, соответственно, за текст. Дипсик дал 7 баллов за текст и 8 заголовок. Значит, смотрите, какой был заголовок, давайте посмотрим, то есть, здесь заголовок, концепция квантовых вычислений, ну, согласен, да, такой себе заголовок. Значит, Джемини придумал заголовок, что такое квантовые компьютеры, объяснение для юных умов. Значит, квант, Дипсик придумал квантовые вычисления для детей в качестве заголовок, квантовые вычисления для детей также придумал, соответственно, Клод. Давайте посмотрим оценки у Дипсика и у Клода. Мне даже вот интересно, да, здесь 8, здесь 8, то есть, за заголовки они получили одинаковые оценки, то есть, модели поняли, что заголовки у них одинаковые и дали, соответственно, этому заголовку по одинаковому количеству оценок, то есть, по одинаковому количеству баллов. 10 баллов дал Джемини, нет дипсик дал джемини 10 баллов за заголовок то есть он посчитал что вот этот заголовок он реально крут нет этот контент этот вот что такое этот вот заголовок который придумал вот вот что такое квантовый компьютер объяснение для юных умов что этот закуп заголовок самый лучший среди всех здесь представлен хорошо значит в этом в этой борьбе у нас победил неожиданно джемини хотя вот в моем тесте в последнем тесте который проводил джемини получил всего 62 балла давайте введем него следующий промпт я теперь попрошу их написать стихотворение скидываем промпт кстати да вот он мне дал ответ что задание соответственно выполнено и здесь запускаем еще раз говорю возможно где-то сейчас возникнет какая-то ошибка потому что я не уверен в балансе надо было пополнить баланс на большую сумму и не знал что я так много буду тестировать и вообще это идея мне породилась спонтанно я начал ее пробовать хорошо значит давайте вот больше всего за open роутер я волнуюсь потому что мы там прожгли еще до этого бюджета я даже не смотрел какой там бюджет поэтому open роутер может где-нибудь зависнуть значит хорошо начинается работа на пид напиши вот задача напиши оригинальность стихотворения взаимоотношениях человека и технологии в современном мире стихотворение должно отражать как положительные так и отрицательные аспекты смотрите заголовок дипсик придумал цифровые узлы джемини придумал цифровые объятия чаджи 5 придумал гармонии диссонанс и клод придумал стихотворение взаимоотношениях человека и технологии такой интересный и каждый из них здесь уже начал соответственно придумывать стихотворение смотрите дипсик сделал все это вот реально как стихотворение давайте посмотрим чаджи 5 то же самое как стихотворение написал кто у нас счетом есть джемини да вот вот он джемини джемини то же самое формате стиха написал и соответственно клод тоже в формате стиха давайте посмотрим как они оценят сейчас друг друга какие дадут оценки и забьют все эти данные в таблицу последний оценивает клод клод я смотрю дольше всех оценивает самый придирчивый критик хорошо забили данные в таблицу и на этот раз у нас победил победил джемини 5 джемини справился соответственно с задача создать стихотворение круч но слушаете да это какой-то нечестный нечестный бой джемини выигрывает хотя я этот искусственный интеллект эту нейросеть вообще никогда не использовал я потому что считал что джемини ну как-то так себе смотрите он уже во втором тесте победил меньше всех за это задание получил клод клод я постоянно использую для создания своих текстов следующий тест который я бы хотел провести это тест по созданию для запрещенного вот задание выполнено он ответил запрещенного в россии создание контент-плана для instagram аккаунта эксперта по личной продуктивности на ближайший месяц 30 дней план должен включать 20 публикаций с указанием контента фото карусель видео рил с тему ключевые сообщения хэштеги для каждой публикации контент должен демонстрировать экспертизу вовлекать в аудиторию способность я понимаю что это немного не подходит под концепцию давайте посмотрим как наши роботы наши и и агенты с различными моделями справиться с этим заданием я наверное сейчас видео остановлю для того чтобы вам просто показать результат смотрите пришел результат единственное джемини и клод с этим заданием почему-то не справились то есть они то ли не смогли разработать контент-план то ли они не смогли это все уместить сюда но в их ответах соответственно они анализа провели верно но единственное они не смогли выдать какой-то вразумительный ответ то есть они не поняли задание не смогли вытащить из этого задания какой-то заголовок не смогли вытащить соответственно из-за этого задания контент и получили вот по 0 баллов от всех потому что как бы заданием они не справились но и фидбэк тоже не получили значит по остальным чад же 5 и deep sick они поняли задание но при этом получили тоже минимальный ответ и deep sick с этим заданием справился лучше чем лучше чем остальных при этом клод и джемини а вот даже видите клод и джемини они не смогли дать даже даже получается нет клад где у нас клад джемини он не смог дать никому оценки возможно возможно кстати он не смог дать никому оценки потому что как я и говорил мне закончился соответственно соответственно деньги на open routari по это могло произойти а этом так а clod чуть что-то я не вижу оценки от клад клод джемини не дал оценки себе так же не дал но он сп про соответственно рассказал что заголовки отсутствует Но при этом оценки всем дал А Gemini вообще никому оценки не дал Но скорее всего да Из-за того, что у меня на OpenRouter сейчас закончились деньги Он не дал те самые оценки Почему здесь не сработал Клод? Тоже у меня большая ошибка Возможно он не понял, как делать задачу Но при этом все данные в него отлично вошли Я надеюсь, что это видео было вам полезно Обязательно скачивайте этот шаблон Другие мои шаблоны сервиса N8N Используйте N8N для таких даже нестандартных Нетривиальных задач С вами был Березуевич Обязательно поставьте мне нравится под этим видео Подпишитесь на канал Пока